Пан Кшиштоф, очень рада вас здесь видеть. Вы часто бываете в Минске, но давно не были на листопаде. Все-таки, на ваш взгляд, фестиваль изменился. Как вы чувствуете атмосферу? Мне кажется, что он продолжает свое существование. Это уже огромный успех. Потому что фестивали очень часто умирают. И, знаете, характер фестиваля в огромном степени зависит от характера директора. Мы уже чувствуем, что это новый фестиваль. Но, знаете, некоторые зрители все равно отмечают, что афиша листопада, она изменилась. То есть фильмы, само наполнение не для всех. Вот это хорошая тенденция? Абсолютно хорошая, потому что ничто не должно быть для всех. А фестиваль – это своеобразный прокат сейчас по всему миру. Есть картины, которые только для фестиваля и только для такой более, скажем, развитой публики. Потому что, вы знаете, все-таки это меньшинство двигает все вперед. И к этому меньшинству надо их обслуживать. И надо им дать возможность, чтобы они не забыли о кино. А они на такое очередное кино не пойдут. Вы давно наблюдали за национальным кино. И говорили, что у национального кино обязательно оно должно быть на родном языке. Все-таки среди мирового кинематографа. Что должно быть? Какие-то вот ключевые особенности? Кстати, трудно сказать, потому что вообще понятие нации, оно очень сильно эволюирует сейчас. И в Европе нация 10 лет тому назад имела другое значение, чем сегодня. Просто мир очень международный сегодня. Мы все много ездим, мы все много смотрим. Это раньше того не было. И поэтому на кино это тоже влияет. И поэтому актерам надо изучать языки на своем родном. Стоит играть, но хорошо, если человек, что способен работать на других языках. Сегодня в Беларуси говорят, чтобы снять хорошее кино, нужен большой бюджет. Но вы при этом в 90-х говорили, что вы как новатор, вам достаточно всего лишь одной камеры и маленькой команды. Является ли это и сегодня фактором успеха? Можно делать амбициозное кино за небольшие деньги. И вообще не производство это проблема сегодня, прокат это проблема. И прокат дорого стоит, а не производство. Конечно, у людей возникает это непонятно почему, но и возникает доверие, что если картина дорого стояла, значит, стоит ее посмотреть. Бывает наоборот. Очень дорогие картины и абсолютно неудачные бывают. А сейчас прорваться к зрителю – это проблема рекламы. А вообще все происходит через интернет сегодня, через эти новые каналы, как Netflix и как Amazon. И оказывается, что вообще кино находится не в этом месте, где мы его оставили. Оно появилось в совсем новом месте. Оно в моем кармане, на моем сотовом телефоне, чего раньше не было. И жаль, конечно, потому что было бы очень приятно смотреть всегда все картины в черном зале, в тишине. Но с другой стороны, если на моем сотовом телефоне люди посмотрят мою картину, мне тоже это лестит. Значит, они хотели со мной встретиться. Нравится ли вам то, что сегодня ленты могут снимать без режиссерского образования или на камеру смартфона? Никак мне это не мешает. Также не мешает мне, что любой человек может создать роман. Раньше, когда появились машинки, люди говорили, ну, сейчас все будут сочинять романы. Ну, не сочиняют все. И не все будут снимать картины. А если можно снять картину со своим телефоном, пусть будет снято. Важно, какое содержание, важно, какие чувства там. И здесь, я бы сказал, кино немножко остановилось в таком тупике. Повторяю те же самые темы, те же самые не очень свежие открытия. Но надо делать великие реформы в нашей жизни. И как результат этих реформ будем учиться, как жить и не покупать, и не производить. И так и жить полной жизнью. Нелегко. Я бы хотел, чтобы такой образ жизни в кино появился раньше и был для людей примером, что можно жить по-другому. Но это еще далеко. Потому что старый образ жизни, где все хотят богатеть. И все хотят быть богатше сегодня, чем год тому назад. Так просто невозможно, просто не хватит средств на этой планете. Зачем вам третья комната, если две комнаты имеете, то есть что убирать третью? Она уже не нужна. В два человека не можно жить в трех комнатах. И так дальше. Зачем нам две машины или три вообще машины не нужны, если кажется, что можно взять машину на улице и поехать? Ну вот вы как художник. Вы бы говорили как раз-таки на тему того, что не стоит бежать за богатством. О чем вы еще не сказали? Ну знаете, что то, что должно быть духовное пространство, не только материальное пространство. И то, что сегодняшняя наука нам подсказывает, что есть вокруг нас, окружает нас тайня. И то, что мы видим нашими глазами, что мы чувствуем нашими руками, это только поверхность. А реальность где-то спрятана. И это новый размер духовности. Я бы хотел, чтобы мы об этом умели рассказывать в нашей картине. Ну и последний вопрос по поводу белорусского кинематографа. Вот вы наверняка наблюдаете за, так скажем, всем мировым кинематографом. На каком месте находимся сейчас мы и что бы вы хотели пожелать? У вас сохранилась деревянская жизнь, у вас сохранилось много ценностей. Но чтобы их выразить в современном образом, чтобы это не была ностальгия за прошлом. Потому что мир никогда не был хорошим. Пусть будет лучшим. И чтобы только сохранить те ценности, которые теряются. Чтобы верить не только американскому консультанту, но тоже бабушке, которая имеет свою мудрость. И эта мудрость важнее, чем все эти коуч, которые вам дают свои советы. Не всегда совсем мудрые. Спасибо вам большое, Панкширтоп. Спасибо.